Главная тема сегодня уличное освещение. Руководитель предприятия Саргорсвет Александр Белов отчитывается перед главой города. Восстанавливать сеть начали в 2006 году. Тогда почти половина Саратова была погружена во мрак. На январь 2006 года процент освещенности в Саратове был 63%. На сегодняшний день процент освещенности в городе 93%. Работы по восстановлению освещения вели в центре и на окраине. Отдаленные районы, такие как, к примеру, Агафоновка, даже в советское время вечерами оставались темными. Фонарные столбы были, но на них местные жители вешали самодельные приборы. Только в 2011 году в городе установили пять с половиной тысяч новых светильников. Я живу в Ленинском районе и в принципе в прошлом году у нас стало светлее. На улице Антонова, Тархова, проспект Строителей подсветили. А буквально вчера был случайно в Агафоновке и там тоже, я обратил внимание, очень стало светло. С 2006 по 2011 год Саргорсвет произвел монтаж 223 километра самонесущего изолированного провода. Установлено 16200 новых светильников, энергосберегающих с лампами дна. По словам главы города Олега Грищенко, руководство предприятия выбрало правильную стратегию. Там, где светло, уменьшается уличная преступность. Но еще вместе с тем в вашей работе обязательно должно быть понимание того, что вы должны ставить сегодня новые современные светильники. Мало того, чтобы они были долговечные, но они еще должны быть энергоэффективные. По мнению Олега Грищенко, задача предприятия Горсвет – использовать новые технологии. Глава города похвалил Белова за идею отключать ночью часть светильников в целях экономии. А вы по юбилейной по дороге, я вам ставил задачу осветить эту дорогу. Вы там договорились, чтобы передали вам ее? Сейчас процесс передачи находится в стадии оформления. Люди, которые живут в юбилейном и солнечном, для них то, о чем вы сказали, эти трудности, они, как говорится, все равно. Задача власти заключается в том, что мы должны как раз и эту задачу решить, и самое главное – осветить. В заключении встречи Александр Белов заверил, работа по восстановлению уличного освещения продолжится и в этом году. Особый упор специалисты сделают на периферийные районы. И Саратов станет городом золотых огней. Ольга Маркова, Александр Королев. Новости. Телеобъектив.